Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Светланы Демина. Мои коллеги познакомят вас с главными событиями из жизни родного города. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. Награда Заречному. Закрытый город стал победителем всероссийского конкурса местного самоуправления «Открытый муниципалитет». Я очень рад, что общественная палата, Министерство Российской Федерации, Открытые правительства, оно отметило наш город. В Заречном появился новый арт-объект. Символический ретроавтомобиль подарило городу муниципальное предприятие «Автотранс». Инженерная мысль и воплощение труда рабочих. Потенциальные партнеры. В составе делегации Пензенской области представители Заречного побывали с деловым визитом в Китайской Народной Республике. Интерес вызвала продукция компании «Сенсор», то есть то, что связано с нефтянкой и нефтехимией. Теперь подробнее об этих и других событиях. Закрытый Заречный признан самым открытым муниципалитетом 2014 года. В Москве подведены итоги третьего всероссийского конкурса местного самоуправления. Он организован Международным центром финансово-экономического развития, журналом «Практика муниципального управления», Общественной палатой Российской Федерации и открытым правительством. Церемония награждения победителей состоялась накануне в столице России. Репортаж Елены Степкиной. В Общественной палате Российской Федерации состоялось подведение всероссийского конкурса «Открытый муниципалитет-2014». Заявки на участие подали свыше 300 муниципалитетов, и только 27 признаны победителями. Заречный среди них. Наш город отправлял заявку на участие в номинации «Обеспечение политики открытости работы администрации». В документе Заречного была представлена работа руководства города, которую глава администрации и глава города проводят не первый год. Это и личный прием граждан, и обсуждение городских проблем в теле- и радиоэфире, и освещение, и активное обсуждение городских событий на сайте администрации. Специально для конкурса делать ничего не пришлось. Доступность и наглядность всех идей и решений – основная задача руководства Заречного, и эта деятельность получила высокую оценку. Я очень рад, что Общественная палата Министерства Российской Федерации «Открытые правительства» отметила наш город в открытости информацию, представляемую по формированию бюджета, бюджетных обязательств, по путеводителям, которые у нас есть в открытом доступе. Поэтому я думаю, что вот тот путь, который мы выбрали для себя, по которому мы идем уже не первый год, он показывает, что мы на правильном пути. При определении победителей конкурса эксперты оценивали открытость деятельности власти в интернет-пространстве, печатных и электронных СМИ и учитывали практику проведения отчетов перед населением. У вас немного победителей, потому что, конечно, понятие открытости и понятие умения быть понятыми жителями ваших районов, городов, поселков – это очень сложно, и каждый по-разному ее умеет трансформировать. Я думаю, что то, что делаете вы, это очень важно для нашего государства. По словам экспертов, оценивающих участников, Заречный лидировал сразу по нескольким показателям. У них очень хорошо изложены сведения о налогообложении, то, что достаточно редко выделяется в качестве отдельного раздела на сайте. Я понимаю, что у нас муниципальных налогов всего два местных, но тем не менее. И еще мне очень понравились у них сведения о социально-экономических показателях, которые тоже отдельно выложены. У Заречного тоже еще хотелось бы отметить путеводитель по бюджету. Он был на нескольких сайтах, которые у нас вошли в число победителей, муниципальных образований, но у Заречного один из наиболее, наверное, такой полный. Поэтому в качестве лучшей практики можно рекомендовать. Но Заречный может гордиться не только этим. Есть и еще одно отличие нашего города от других. У нас власть не только открыт и доступна. Она еще и активно привлекает к решению местных вопросов городское сообщество. По мнению мэра Заречного Вячеслава Гладкова, соучастие жителей – самый верный способ развития города. Яркий тому пример – конкурс общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Посмотрите, какое огромное количество граждан в этом процессе участвует. Вы посмотрите, как визуально изменился не только наш там двор, а город изменился. И реально меняется сознание отношений всех, и маленьких, и больших. И посмотрите, сколько улыбок, радости, доброты, насколько больше стало в городе. Заречный впервые участвовал во всероссийском конкурсе местного управления, но явно не последний. Опыт Заречного заинтересовал представителей многих больших и малых городов России. Елена Степкина, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». Бюджет Заречного на 2015 год утвержден. На очередной сессии городского собрания представителей обсуждение главного финансового документа стало основной темой повестки дня. Городской бюджет на предстоящий год и плановый период 2016-2017 годов сформирован с учетом умеренно оптимистичного варианта развития города. В условиях экономического кризиса, падения цен на энергоресурсы, западных санкций, плавающего курса рубля, бюджет закрытого города останется социально ориентированным. В его основе лежат 11 муниципальных программ. В текущем году у нас в бюджет города включены 19 программ. Тем не менее, проект бюджета 2015 года на программные мероприятия предусматривает 97% всех расходов. На текущий момент программными мероприятиями охвачены всего 30%. В части прогнозной суммы общего объема доходов предлагается сумма в размере 2 млрд 140 млн 908 255 рублей. В том числе объем безвозмездных поступлений включен в проект бюджета в сумме 1 млрд 674 млн 915 655 рублей. В бюджете сохранено финансирование всех социальных программ. Общий объем расходов на социальную поддержку граждан и оказание социально значимых услуг в сфере образования, культуры и здравоохранения составляет более 62%. Самые большие расходы заложены на образование, около 37% от всех средств. Около 13% запланировано потратить на социальную политику. Расходы на организацию детского отдыха составят более 32 млн рублей. Муниципалитет по-прежнему берет на себя оплату горячего питания детей в общеобразовательных учреждениях. На это заложено более 94,5 млн рублей. Предусматриваются расходы и на повышение заработной платы в соответствии с указами президента России. В бюджет города на 2015 год заложены также средства на строительство и капремонт. Депутаты собрания представителей утвердили проект бюджета Заречного подавляющим большинством голосов. И к другим темам. В Заречном появился новый арт-объект. Необычный подарок к Новому году горожанам преподнесли сотрудники предприятия «Автотранс». Автомобилисты сами разрабатывали эскизы, сами конструировали. До последнего дня мастера держали свою задумку втайне от посторонних. Сегодня скульптура увидела свет. Одной из первых арт-объектов от «Автотранса» полюбовалась Ксения Тризна. Еще одним арт-объектом в нашем городе стало больше. Теперь у зареченцев появилась возможность посидеть за рулем ретроавтомобиля и сделать новые оригинальные интересные фотографии. Арт-объект установлен на площади перед ЗАГСом по инициативе сотрудников «Автотранса». Они же разработали проект и сделали автомобиль своими руками. Инженерная мысль и воплощение труда рабочих. Это в металле все сделано и очень ответственно. И подход такой даже творческий, можно сказать. Для большей достоверности руль и передние колеса жестко не зафиксированы. Каждый желающий может почувствовать себя водителем этого транспортного средства. Покрутить руль и привести в движение колеса. Это не модель какого-то конкретного автомобиля, а скорее собирательный образ. Мы транспортки, мы автомобилисты. И, наверное, что-то современное сегодня уже очень сложно удивить. А вот то, что в историю уходит, то, что назад, в прошлое, это, наверное, пусть будет напоминать о том, с чего начинался автомобиль. Место для нового арт-объекта было выбрано далеко не случайно. Для молодоженов фото на ретроавтомобиле станет символом начала нового совместного пути. Да и остальных заречензов эта новая достопримечательность наверняка заинтересует. Жители, которые живут постоянно в городе, никуда не выезжают, они уже не воспринимают свой город как что-то интересное. Когда появляется что-то неожиданное, на что можно сходить, посмотреть, получать какую-то реакцию положительную или отрицательную, уже хорошо. Новый арт-объект сразу же после открытия вызвал неподдельный интерес у прохожих. Ведь такие вещи добавляют к облику заречного новые штрихи. Многие вспоминают, и жизнь свою, и кто-то, может быть, даже дедушка какой-то пройдет, скажет, я до таком еще ездил, наподобие. Нужные, я думаю, это все-таки разнообразит жизнь, поэтому нужно. Ретроавтомобиль у ЗАГСа далеко не последний зареченский арт-объект. В следующем году в нашем городе появятся новые достопримечательности, какие пока держатся в тайне. Зареченские приборостроители налаживают контакты с китайскими бизнесменами. Заместитель главы администрации Юлия Зубова и руководитель городского кластера интеграции технологии Алексей Батраков в составе делегации правительства Пензенской области побывали с деловым визитом в Китайской Народной Республике. О результатах первой встречи с потенциальными партнерами из Поднебесной наш следующий материал. Зареченские приборостроители расширяют географию партнерских отношений. После успешных визитов на Ближний Восток и закрепления на Арабском рынке предприятия закрытого города двинулись на восток-дальний. В составе делегации правительства Пензенской области представители руководства Заречного и кластера интеграции технологий побывали в провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Провинция Сычуань считается радио- и микроэлектронным центром Китая. Вот как раз здесь именно наша специфика, наши интересы нашего кластера. Задача вот этой первой поездки была посмотреть все-таки рынок Китая. Второе – посмотреть те производства, те компетенции, которые есть именно в этой провинции, с тем, чтобы уже дальше проработать возможное направление сотрудничества нашего кластера с китайскими бизнесменами. Участники деловой миссии посетили два мегаполиса провинции – Ибинь и Чинду. Здесь расположены крупнейшие предприятия производителя электроники. Пензенская делегация ознакомилась с разработками китайских приборостроителей и представила возможным партнерам промышленный и инвестиционный потенциал сурского края. Высокотехнологичные производства Заречного заинтересовали бизнесменов из КНР. Интерес вызвала продукция компании «Сенсор», то есть то, что связано с нефтянкой и нефтехимией, которые, с одной стороны, заинтересованы были в тех изделиях, которые производит наше предприятие, и посмотреть возможности их применения на своем оборудовании. Плюс были контакты с производителями микро- и радиоэлектроники, которые, соответственно, предлагают свою продукцию. Кабельные, по кабелю провода. То есть здесь компании, которые в России еще пока слабо представлены, либо вообще не представлены, но и выход на российский рынок для них интересен. Пока говорить о перспективах дальнейшего развития партнерских отношений с бизнесменами Поднебесной преждевременно, конкретных договоренностей еще нет. «Восток – дело тонкое», – цитируют известного киногероя участники пензенской делегации. Но в январе следующего года в провинции Сычуань откроется официальное представительство Пензенской области. Место и штат для него уже определены. Поэтому выходить на китайских производителей с предложениями сотрудничества будет значительно легче. Светлана Демина, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее об итогах визита в Китайскую Народную Республику мы побеседуем с гостем прямого эфира. К нам в студию придет член делегации Пензенской области, исполнительный директор Зареченского кластера интеграции технологий Алексей Батраков. Это будет после основного блока информации, а пока к другим событиям. Зареченские службы экстренного реагирования в новогодние праздники будут работать в усиленном режиме. Участники городской антитеррористической комиссии обсудили меры по профилактике терроризма и экстремизма во время долгих новогодних выходных, сроки подачи графиков дежурств и планов взаимодействия, а также проверок систем безопасности и оповещения на городских предприятиях. Полицейские уже проинспектировали подвалы и чердаки в Зареченских домах, проверили все школы, а сотрудники МЧС провели пожарно-тактические занятия на основных городских объектах. Кроме этого, было решено провести разъяснительную работу с населением и напомнить о бдительности обслуживающему персоналу на транспортных линиях – кондукторам и водителям. В 226-й школе отметили канун католического Рождества. Ученики нескольких зареченских образовательных учреждений – гимназии номер 216, дедакт 218, 222 и 226 школ – приняли участие в рождественских встречах. Ребята подготовили для концертной программы песни стихи и сценки, но главным отличием от других предновогодних и рождественских концертов и вечеров здесь было то, что все самодеятельные номера школьники представляли на языках стран католического мира. Все школы города, в которых преподается иностранный язык – английский, французский и немецкий – соединяются, чтобы отпраздновать канун католического Рождества, показать, кто чему научился в плане языка. Ну и, конечно же, это праздник для детей, потому что у них есть возможность показать, что они знают, себя на сцене проявить каким-то образом. И о спорте. В Заречном завершились соревнования по баскетболу среди учащихся 10-11 классов. Они проходили в рамках юбилейной 50-й спартакиады школьников. В отличие от условий школьной баскетбольной лиги КС Баскет, здесь к соревнованиям допускались и полупрофессиональные спортсмены, то есть дети, которые выступают в детско-юношеской баскетбольной лиге. Это значительно усилило некоторые команды. На площадке разгорелась нешуточная борьба за призовые места. Кто в итоге стал победителем, знает Елена Степкина. В две недели в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва шла борьба за победу в соревнованиях по баскетболу в рамках 50-й спартакиады школьников. На площадку вышли три сборных девушек и шесть команд юношей. Претенденты на призовые места определились в первый же день соревнований. Девочки играли по круговой системе. Мальчики сначала соревновались в группах, затем первые две команды из каждой вышли в финал. За медали продолжили борьбу сборные школ 218, 225, 226 и 230 лицея. Каждая команда была нацелена на победу. Огромным подспорьем на пути к заветным медалям стали и болельщики. Мы поддерживали друг друга, к нам пришли из школы, люди нас поддержали, и поэтому выиграли. В финальных матчах борьба на площадке шла с первой до последней секунды встречи. Уступать никто не хотел. Три команды завершили соревнования с одинаковым результатом. Две победы и одно поражение. Победители и призеров определяли по разнице заброшенных и пропущенных мячей. В итоге у юношей бронза досталась игрокам 225-й школы, второе место у лицистов и первое завоевали ученики школы 218. Среди девочек первое место заняла команда школы 220, второе у спортсменок 225-й и на третьем месте баскетболисты школы 222. Елена Степкина, Дмитрий Балясников, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». А самые юные школьники вступили в борьбу за призы Деда Мороза. В «Заречном» стартовали соревнования по мини-футболу среди учеников первых, вторых классов, общеобразовательных школ. Семь детских сборных проведут по нескольку матчей. Турнир проходит по круговой системе. Подведение итогов и награждение призеров и победителей состоится в конце недели. Традиционные предновогодние соревнования младшеклассников в этом году проходят под эгидой городской федерации футбола. А потому за призы придется побороться по-взрослому. Матч турнира обслуживает тренерская бригада детско-юношеской спортивной школы в лице Малькова Змитрия Васильевича и Козлова Андрея Викторовича. Надеемся, что каждый участник получит соревновательный опыт, массу удовольствия и приз от Деда Мороза. Мы прервемся на рекламу, а сразу после нее встретимся с нашим гостем. Не переключайтесь. Деда Мороза Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Инвесторгбанк. Вклад-подарок. До 22% годовых в рублях и до 10% годовых в валюте. Теплые варежки в подарок. Подробности 8 800 245 45. Такси Марсель, мне нужно успеть к Новому году. Высылаю к вам бригаду Дедов Морозов. Такси Марсель в Заречном. 655 655. В Новый год вместе с Такси Марсель. Надо было вызывать Такси Марсель. Со вторника по пятницу. На канале «Заречный». В прямом эфире. Ровно в 8.50. Если, конечно, Дима не проспит. Программа «Поздравляем». Доброе утро, друзья! С вами Дмитрий Балясников и эта программа «Поздравляем». Телефон прямого эфира 60 12 61. Продолжение следует... Новости Заречного снова в эфире. Представители руководства закрытого города и зареченского кластера интеграции и технологий вернулись из первой деловой поездки в Китайскую Народную Республику. Об итогах визита в промышленный центр КНР, провинцию Сычуань, мы побеседуем с нашим гостем. В студии исполнительный директор зареченского кластера интеграции и технологий Алексей Батраков. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Ну, расскажите, какая главная цель визита была в Китайскую Народную Республику? Главная наша цель была посмотреть, оценить потенциально рынок Китая, то есть тех производителей оборудования, которые имеются в данной провинции, и возможность применения оборудования зареченского производства на объектах в Китайской Народной Республике. Всех ли цель поставленных удалось достичь? Что увидели там? Что интересным показалось? Ну, очень интересная философия, которую, наверное, нам нужно взять как очень передовой опыт, это философия локализации производственных цепочек на одной территории, когда, то есть, головное предприятие, оно только осуществляет сборку, но вокруг очень много мелких компаний, изготавливающих различные изделия и комплектующие. И за счет этого сокращаются сроки производства, издержки снижаются, ну и, соответственно, снижаются риски срыва поставок, риски как раз с колебанием курса валюты и так далее, и так далее. Это очень интересно. Ну, а насколько это реально, скажем так, сделать в Заречном? Ну, одна из основных целей деятельности вообще кластера, одно из основных направлений, это как раз развитие кооперации между его участниками. И вот по отзывам самих этих участников, что за последний год внутренняя кооперация между нашими предприятиями все больше расширяется, то есть, все больше заказов работ и, соответственно, добавленной стоимости с налогами и зарплатами остается в нашем городе. И вот на ближайшую перспективу, конечно, мы хотим, ну, во-первых, продолжать это направление, во-вторых, попытаемся вовлечь именно в этот процесс и пензенские предприятия. Алексей, ну, возвращаясь к недавней поездке в провинцию Сычуань, сколько предприятий там посетили? И с чем связана их производственная деятельность? Ну, специально не считал, но из расчета вот за 8 дней в среднем в один день мы были на 6-7 предприятиях. То есть, вот порядка 40 предприятий-то точно удалось посетить. Достаточно плотный был график, плюс две презентации в городе Ебине, в городе Чингду. Ну, вот, в принципе, где-то 40 предприятий посетили. Удалось ли с кем-то из них наладить контакты, может быть, партнерские какие-то связи, договориться о дальнейшем сотрудничестве? Да, есть компании, с которыми мы переговаривали о сотрудничестве. Это производители оборудования для нефтехимии, производители оборудования для топливно-энергетического комплекса, для энергетики, которые заинтересовались нашими компетенциями, возможностями наших предприятий. В принципе, мы обсуждали вопрос возможности применения оборудования зареченских предприятий на объектах. Ну, во-первых, там производят для объектов не только Китая, но и всей Азии, Индия, то есть, и ряд других стран, которые используют это оборудование. Предварительные договоренности есть. Вот уже сейчас я получаю на электронную почту видеопереписку с несколькими предприятиями, получаю подтверждение заинтересованности, и мы уже сейчас начинаем более подробно смотреть, что бы могли мы применить, как бы сотрудничать. Ну и каков будет следующий шаг, скажем так, в этом сотрудничестве, в налаживании связей партнерских? Ну, следующий шаг уже он за нашими предприятиями, потому что, то есть, возможности, и мы представили, оценили, получили некие контакты. То есть, дальше уже идут, скажем, вопросы, связанные с бизнесом, когда кластер не вмешивается, то есть, это решение бизнеса с просчетом рисков, цены и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот сейчас за предприятиями у нас будет работа. Алексей, ну и в сюжете было сказано, что в провинции Сычуань планируется открыть представительство Пензенской области. Вот это, скажем так, с зареченским приборостроителем на руку играет, или мы будем... Конечно, на руку, потому что действительно очень высокая плотность бизнеса, в том числе машиностроения, приборостроения. И, скажем так, мы посмотрели очень малую часть, увидели. И вот с открытием представительства у нас появляется возможность, во-первых, переводить свои материалы рекламные на китайский язык. Второе, то есть, мы можем представить свою продукцию, свои, опять же, рекламные материалы в этом представительстве, которые будут тесно работать с властями провинции Сычуань. Для китайцев это очень важно, то есть, когда они видят связку власти и бизнеса. И, то есть, это может дать возможность и новых контактов, вот именно через это представительство. То есть, сейчас, скажем так, основной курс зареченского класса интеграции технологий взят на Дальний Восток. На Ближнем Востоке мы себя уже зарекомендовали, проявили, теперь... Ну, сказать, что это основной курс, наверное, будет неправильно, все-таки, если говорить о приоритетах. Ближний Восток, ну, конечно, мы там уже больше работаем, порядка двух лет, да, он более понятным становится. То Китай, это вот первый опыт, в принципе, как я считаю, он положительный, да, есть обратная связь. В любом случае, конечно, мы его будем отрабатывать, но вообще наши перспективы, конечно, это самое основное. Ну, это Россия, российский рынок, то есть, и вот, наверное, наша цель, как вот, если говорить о государственном подходе, да, то это производить в России все то, что необходимо нашим предприятиям, объектам. Ну, и преследуя вот эту цель, какие может быть планы на предстоящий год или на далеко идущее будущее у зареченского кластера интеграции технологий? Ну, если говорить по пятнадцатому году, однозначно мы будем проводить мероприятия для развития внутренних кооперационных связей. Однозначно будет достаточно плотная работа с Ульяновском, потому что вот я получил обратную связь от предприятий, что сейчас пошло некое движение на уровне вот бизнеса, да, то есть, и уже какие-то зацепки там появляются, и мы будем какой-то процесс усиливать. Однозначно это будет СОРОВ, потому что тоже обратную связь, опять же, получаешь, что выстраиваются там некие кооперационные связи. И, скорее всего, вот на следующий год, это мы, Самары, Самарский тоже авиационный, аэрокосмический, вернее, кластер, и автомобилестроение. Мы сейчас ведем переговоры в формате сотрудничества, то есть, ну, аналогично Ульяновску. Ну, за рубежом, конечно, это Эмираты, и вот будем работать по Китаю. Еще куда-то, может быть, планируете с презентацией съездить или с экскурсией ознакомиться с производством других каких-то стран? Ну, вот на сегодняшний день, мне кажется, нам бы осилить, перелопатить действительно качественно и получить конкретный результат по этим двум, на самом деле, очень огромным, большим рынкам, на которых даже маленькая доля может принести существенный экономический эффект для нашего города, для наших предприятий. Ну, будем надеяться, что все получится. Удачи вам. Мы тоже надеемся на это. Спасибо. Спасибо большое. Ждем новых достижений. Спасибо. Спасибо. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Заречный». Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Натяжные потолки от 180 рублей за квадратный метр. Телефон 23-24-25. С компанией «Ремстрой». Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»